Охэхэ подкаст В этой шалаве, не побоюсь этого слова Привет, привет Йоу-йоу, привет Это Охэ подкаст, Андрей Брутаев и Иван Местный Сегодня с нами Янг Трэпа из Санкт-Петербурга Восемь, один, два Да, ну расскажи нам, пожалуйста, как там у вас в Санкт-Петербурге обстоят дела, чем ты сейчас занимаешься Слушай, ну все по кайфу Я сейчас нахожусь на студии звукозаписи Приехал из отеля Толиоан, это бывший императорский дворец Раньше этой самой до реконструкции Там проводились утра беды государственные чины и прочие уважаемые люди, архитекторы А теперь там есть А теперь, да, а теперь там бываешь ты А что ты там делал, кстати говоря, в этом императорском отеле? Временно проживаю Ничего себе То есть какая у нас персона ты сегодня в гостях Временно проживающая в императорском отеле Янг Трэпа Так, а на студии, ты сейчас на студии, да? Что-то там делаешь, пишешь что-то интересное, наверное? Мы готовим новую музыку Есть такой момент Хочу сказать, что первое, что ожидает вас Это, соответственно, Волтер Вай встречает GCP Это дебютный альбом Сил А Очень горячий материал Авторские аранжировки Нового уровня звучания Вот вообще А вы сейчас подожди, чтобы они звонят Деньги мне звонят Алло, да, я тебе перезвоню Затал, как я подкаст встречу Да, парня, алло В общем, на этом альбоме Встречаешь ты селу, правильно? Нет, села встречает GCP Села встречает тебя, да? По поводу авторских аранжировок Наверняка они будут очень горячими Вот можешь ли назвать ты прямо сейчас имена Ну, хотя бы часть имен, кто делал вам эти аранжировки Этот горячий продакшен Такой же горячий, как ты Ну, вот, до начала А, ну, кстати, Бриззи Мюзи Ну, кстати, говоря Стоит сказать, что Бриззи Мюзи Ты преуспел вообще, да? Да, для тех, кто Мы тут недавно тоже открытие сделали Да, что Мигасу, да, хотбой Мой любимый трек с микстейпа Он делал же продакшен-то Бриззи Мюзи Так, это к слову, да Недавно, недавно у тебя Вышел микстейп Ну, относительно JP2 Да, JP2 Вот резонанс Да, ощутил ли ты какое-то Которое он дал Как вот люди его встретили? Мол, круто Счерпывающий ответ Так, поехали дальше А не планируешь ли ты тогда Выпустить сольный альбом А не микстейп? Вообще, в планах есть Когда? Не могу сказать, что я еще Насыслился микстейпом, говорит Смотри, а изначально же с силой у вас планировался микстейп, да, Вить? Изначально у нас планировалось пару треков Вот, да И интересно, как у вас родилась идея Все-таки тогда уже сделать полноценный альбом? Потом все переросло в микстейп Потом микстейп перерос в альбом И почему именно Сила? Вы вообще давно с ним на коннекте? Давно общаетесь? Какие у вас отношения? Давно на коннекте Еще за пару лет до того, как мы начали делать Соответственно, я приехал к нему в гости И это просто началось в семье на кварталах Это действительно То есть, лайфстайл С самого утра То есть, мы засыпались там уже все Просторную, комфортабельную хату Гремели, блин, минуса С 3D телека Мы их уярили в кристайл Сила пил свой любимый, дорогой чай По пару штук баксов Который ему подогнал Принапишил из Китая Я, короче, жрал колеса Мы делали горячий фрондакшн Поехали в сауну Бухали там вина на 150 тысяч После этого ехали на Криминал Рекорд студию Там за пару миллионов Тоже работали там Окриненные звуковики И нам помогали очень Тоже круто отыгрывать свои роли Это Маныч Салют ему передаю И Артем Абызов Настоящие профессионалы Вообще голову не идут Парни приходят Работают, делают дело Криминал Рекордс Улица Гастичная Дом 5 Город Москва Приходите Если у вас есть бабки Звоните мне Договоримся Вопрос такой Почему Альбом задерживается Я помню у вас В твиттере какая-то была Промо Такая Небольшая промо-компания Там За ретвиттер вы обещали выпустить альбом Почему Он до сих пор задерживается Расскажи По техническим причинам Так говоря О вашем Лайфстайле Безумном И роскошном Это Ройалти Лойалти Говоря о колесах Которые были упомянуты Несколько выше Какую роль вообще играют наркотики В твоей жизни Вот Не смущает ли тебя такой вопрос И в творчестве Да И в творчестве А у Лайза по-моему Мелькал Вопросы Ничего страшного Мы Еще что Мы не смотрели Ответ Начну свой Издалека Для меня Хип-хоп И трэп Эти два понятия Я различаю Ох ты Как интересно Для меня Это Рэп Как бы Граффити Брейк-данс Ну грубо говоря Эти старые основные Это хип-хоп Трэп Это для меня Уже Соответственно Новая школа Так Трэп Вообще Что такое Изначально Трэп Это Точка сбыта Наркотиков То есть Если мы Берем там Западные Южные Побережья США Там это Расшифровывается Именно так То есть И если мы Берем Акландр Это Джорджи Мы Стеннесси И все Такое Это Производная Трэп Это произошло Произошло От такого Стиля Направления Как Дёрти Саус Кран Там Где Ребята Тоже Читают О Крутости О том Как все Круто Весело Трэп 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 Соответственно Йонбак Вы понимаете О чем Речь Вот эти Синтезаторы Это все Пришло Оттуда Но Трэп Это Более Модифицирован А в России Трэп Трэп Это уже Я бы сказал Ну как Мейкстрим Направление Музыкальное Более Ёмко В России Трэп Понятие Используется Более Ёмко То есть Это как Бы Уже Тенденция Идет По стране И туда Закладывают Не только Первоначальственные Смус слова Для меня Трэп Это как Я Трэп Я Обыватель Трэпа Я обыватель Этой Точке Я в теме Вопрос Тогда Смотри По поводу Трэпа Мы разобрались А вот смотри Первая часть Твоего никнейма Янг Трэпа Вот такой вопрос Насколько ты Янг Вот интересно Насколько ты Янг Да Потому что Информации Такой в интернете Нигде нет Наверняка Будет людям Интересно Об этом узнать Твой возраст В клипах Ну Очень Да Действительно Красивая жизнь Многие Наверное Тебе завидуют Нет Возраст мой 19 лет По поводу Видеоклипов Могу сказать То что Я Еще Последние Видеоработы Которые были Представлены Многие Социальные Сетях Они были Сделаны Несколько Штук За последние Месяца И Я Не могу Сказать Что Я Буду Продолжать Дальше Работать И Дальше Снимать И Вы Еще Смого Порадую Более Профессиональным Материалом Чем Вы Дальше Клипографии Не хватает Клипа Как раз Снятого В Императорском Отеле Соответственно То есть Нам уже Можно Потирать Руки Как Бердман И ждать Этот Клип Правильно? Можно Я не могу Сказать Что Принципиально Там Но Работа Более Высокого Качественного Уровня Обязательно Будет Нет Откуда Деньги На Императорский Отель Вот Это Мне кажется Сейчас Вопрос Который Больше всего Волнует Слушателей Перефразируя В чем Твой Хасл Откуда? Сема Сема В лучших Родиться Смотри Допустим Вот Интересно Узнать Какой-нибудь Новичок Новый Игрок Захочет Попасть В стан Твоего Объединения YMB И попасть На микстейп На ваш Местный Поработать С вами Вот Каким Образом Может Он Это Все Реализовать Ну Как минимум Начать Переговоры Переговоры Естественно С тобой Ну Я бы Посоветовал Своего Менеджера Лешу Пакша Алексея Потому Что У меня Простанет Всегда Свободное Время У меня То Все Передает Это С вами Поним То есть В принципе Это Реально Это Реально Человек Тоже Должен Не Кукло Толкать Он Должен Сам Это Понимать А Как Записать С тобой Фит Допустим Периодически Я Соглашаю Записать Совместный Трек За Деньги В Настоящее Время Я Не Огрепить Свои Трек За Деньги Потому Что Сейчас Я Занят Другими Делами Но Вы Можете Опять же Оставить Свою Даявку Вполне Возможно Потому Что Через Месяц Я Это Сделаю А Сумма Денег Ну Я думаю Договоримся Не Заоблачные В общем Большие С выходом Микстейпа JP2 Много Всего Как бы Случилось Уже И после Его выхода Много Хайпа Произошло Причем Столько Событий Напали На тебя В супермаркете Потом Вы поссорились С басотой Ты участвовал В Версус Баттле Да То есть Очень много Всего Давай По порядку С чего Мы начнем Ну Давай С самого Старого С Версуса Баттла Да Так Смотри Вначале Ну Кстати Говоря Вот Сразу Так Опережу Тебя Хочу Сказать Что Вот Лично Так Скажем Автору Ну На мой Взгляд Янг Трэпа Выиграл Тот Баттл Это Вот Мое Конкретное Мнение Просто Ну Так Скажем Вне Эфира Вот Ну Все Теперь Продолжай Так А теперь Мой Вопрос Он Более Такой Злой Вот Выступительная Речь В Версусе Ты Обещал Грозился Показать Всем Нам Технику Яйца И все Такое Ты Как Считаешь Выполнил Ты Задачу Отчасти Отчасти Можно Лучше Было Сделать Можно В принципе Я получил Ответ Ну Могу Стоит Во-первых По Версусу Даю Такой Комментарий Там Ненависть Какая Да В футболе Фанатов Я Хорошо Отношусь К футболу Могу Раз Подожди Деньги звонят Деньги звонят Видишь Алло Слушай Я сейчас Показание Я буду Чуть попозже Но через Пять Сорок Уберу По поводу Я Сам Очень Хорошо Отношусь К футболу У меня Есть Любимая Команда Зенит Барселона 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 Да Я считаю Что у меня Есть такая Иллирика Больная Лирика То есть Это Нотариус Байджи Из ныне Живущих Это Лил Вей Лил Вей Как раз Говорил Не в одном Вот так Мне неприятно Для меня Рэп Это Вообще Музыка Жизни Челая Души Соответственно Она переросла Во все Последующие Вытекающие Из него Направления И трэп Тоже В том числе Основное Как бы И когда Футбольные Хулиганы Безут Музыку И вот эти Вот песни Вот делают Мне просто Не нравится Этот стэл Я Как бы Вышел Ну да Я Разделяю На самом деле Ты любишь Футбол Но не любишь Околофутбол Хулиганов И Рэп Околофутбольный Дай У меня Мог Значит Пузыки Есть Но Вот эту Музыку Когда она Называется Подается Под соусом Рэп Я против Того Чтобы Частушки Вот эти Спортивные Подавались Под соусом Рэп Музыка Ритмичная Американская Порезь Да Согласен А вот Кстати говоря По поводу Конечного Результата Я уже Сказал Что На мой взгляд Ты Выиграл Вот Ты Согласен С результатом Судьи Или нет Как ты Считаешь Как я могу Быть согласен Не согласен Судьи Независимые Люди Они Каждый У каждого Есть Своё мнение Например Вот ДА 108 Это Питерская Школа А ДА 108 Была Независимые За меня И еще Могу Добавить То Что Может быть Да Часть раунда Я Синального Читал Сайпада Что-то Такой Момент Присутствовал Но Стоит Был Фристайл Полный То есть Первые два раунда Это был Фристайл Да Плюс-минус Вообще Фристайл Это Интересный Момент Немногие Об этом Знали Кстати Говоря Об этом Ты по-моему Нигде Не упоминал Да Что это Фристайл Был Сейчас Первое Упоминание На Подкасте На Подкасте На Подкасте Эксклюзив Подкасте Можно Перейти Следующие Горячие Новости Затем Затем На Тебя Напали Напали Хулиганы Какие-то В супермаркете Можешь Ли Ты Прокомментировать Лично Что Вообще Произошло От первого лица Расскажи Пожалуйста Я сидел Просто В торговом Комплексе Спокойно Никого Не трогал Сидел Спокойно В свое В свое Время Тут Какие-то Эти Ребята Студенты Второй Курс Пусть Знают Что Занимаются Дышат Живущие В родительских Квартирах Невязные Ребята Подходят Ко мне Начинают Просить И Сделать Фотографию Ну Я Отказал А что Они Удалились Потом Снова Крешили Ну Я Уже Сказал Бля Ребята Эти Сто На Хуй Так И Сказал Так И Сказал Да Конечно Съебались Они Сказали Э Слышь Слышь Бля Я Сказал Охранник Э Слышь Бля Вот Супчики Бля Выгни Соответственно Прогнал Они Приходят Еще Раз Хуй Знают У них Личной Жизни Нет Заняться Им Ничего Не Знаю Это Загадка Они Соответственно Приходят Второй Раз Или Четвертой Уже Хуй Знаете Застойчивые Ребята Ну Да С Какими То Видео Как бы Там Уже Началась Ну Такая Маленькая Заварушка В супермаркете Говорят Втроем Бля У меня Одного Бля Ну Еще Одному Они На меня Полезли Охранник Насразнял После Этого Я думаю То Что Все Надо Уже Сваливать И честь Знать Захожу Из торгового Комплекса И там Стоят Ну И они Снова Вижу Подходят То есть Они Как бы Все Их там Еще Киндруг Какой-то Подошел Бля И они И они Меня Бля Я Нахуй Ну Я Понимаю Что У меня Бля Я Ударяю Его Бля У меня Короте Прыгает Охранник Типа Я Злодей Я Спал Для меня Из этой Ситуации Особого Ценности Интересно Не представляет Неприятен Тот факт Что Сама Охрана Допускает Такое В торговом Комплексе Если В моем Вместе Будом Не знаю Там Ребенок Какой-нибудь Или Другой Человек Мирный Какая Разница Ну Когда Человек Не нарушает Общественный Порядок Ну До хера Блядь Его нарушать Ну Это Кажется Что У каждого Человека Ну Например Как В Америке Там У каждого Человека Своё Личное Пространство Каждый Ходит Так Как Он Хочет Ходить Такой Одежды Говорит Сделай Что Он Хочет Поэтому Я Больше Проверный И Обязательно Я Не понимаю Ну Охранник Конечно Это Прям Это Был Бенефис Ульминация Выхода Охранник В таком Вратарском Броске Прям Чисто Тебя Как Ты Вообще Себя Чувствовал После Этого Наверное Это Было Жестко А Даже Там Ну Ничего Не Сделал Не Считался Но Напрыгнул Напрыгнул Вот Понятно Так Вот Одну Эту Ситуацию Разобр Кстати Вот Походу Это Были Фанаты Твои Просто Которых Ты Обидел Обиделись Перейдем Мы Наверное К Что Там У вас Да С Басотой Опять же Конфликт Не Так Давно Пойдем Уже Он Назревал Он Так Понимаем Конфликт Давно Давно Да Еще Когда Кто-то Из Версус Просто Многие Наверное Не могут Понять Вообще Из-за Чего Это Можешь Ли Ты Рассказать От Начала Это Все Как Может Есть Какая Закадровая Ситуация Например Я могу Рассказать Могу Рассказать Это Дело В том Что Я Вызывал Вассоту Наверное Баттл Год Назад Где-то На Что Он Мне Ответил Что Я Мол Нейм А Он Супер От Звезда В таком Контексте Начал Оскорблять Меня Переходить На Личности И Потом Мы Встретились И Просто Он Разговаривал Немножко По-другому Вот А Как бы Избивать Цель Ребенка Не умерла Но Как можно понять Это было все Неожиданно То есть Вы заставили его Врасплох Или же нет Была назначена Встреча И вы встретились Как это все Происходило Ну какой Расплох Я один Пришел Я узнал То что Басота Знал Что я Там И я Решил Преестить Момент Потому что Я не понимаю Какое право Там Человеку Если у него Там Кто знает Кто Право Вообще Может Говорить То есть Никаких Амбалов Не было Я По тому Принципу Как бы Скажу Как Есть Приловел Вирсус Баттл Ну Как бы Битва Стиль Стиль Мой Стиль Ну Как бы Соответственно Новая школа Старая школа А так Мы Одногодки Что Зазорного Не вижу Ну Ровесники То есть По поводу Того Что А как Насчет Того Что Бить Детей Не было Ни у Кого Как бы Цели Вы же Ровесники Все Все Как Ты Это Прокомментируешь У нас комплекции Разные Еще Просто Тот Факт Что Когда я его Вызвал На Этот Самый На Версус Когда я его Вызывал Он Принагал Мне Микс Пайт Да Вот это Я помню Да Он Он Сказал Давай Не бит Да Слушай Беру Слова Обратно Да Вприспе Микс Пайт На Мини Пак Ну Вприспе Микс Я наблюдал Ну то есть То есть Информация о том Что С тобой Были Какие-то Амбалы Это Все Не Правда Да Ну а Весь Микс Файт Как бы На Телефоне Заснят В Ютубе Выложен Все знают Что У вас Ну Кто Есть В Твиттере Да Естественно Знают Что У вас Яникс Не так Давно Был Биф А Что Произошло Вы Еще Не Померились Я Например Ждал Ваших Соместных треков Оказывается Вообще Какие-то У вас Ругань Что Произошло Я Не буду Короче Пока Это Комментировать Продукт Он Делает Уров Вот А Насчет Остального Его Поведения Ну и Дальше Ну вот Опять Я вспомнил По поводу Этих Товарищей Ты говоришь Студенты Не студенты Хочется узнать Ты Вообще Чем Занимаешься Помимо Рэпа И Хасла Ты Учишься Может быть Ну В силу Возраста Опять же Вообще Да Вообще Учусь Уточнять Не буду Что ты слушаешь Как ты относишься К отечественному хип-хопу Чего не хватает В отечественном хип-хопе Ну вот Расскажи Да Слушаешь ли ты вообще Русский рэп Да Нет Причина Не кайф Не кайф А какой рэп тебе В кайф Какой ты слушаешь Какую слушаешь Музыку Кайф Тагет Тагет Бэйби Ага По поводу русского рэпа Вот ты его не слушаешь А следишь ли ты вообще за событиями Которые происходят За персонажами Какими-то В русском рэпе Своими ребятами Да Снова персонажи могу сказать Янг Кайфаеву и вот Янг Кайфэй Мне нравится Мы обладаем сейчас вместе Присутствовал на Джесси Пингмане Нейсон Мандела Тридцать убийц Тридцать убийц Вот Давай про сленг поговорим Ну да Вот из первых уст Про кого? Про сленг Сленг Ты же Да Так скажем Словарик Янг Трэпе Скажем так Из первых уст Ты привнес В эту игру В эту игру Свой сленг Ряд словенчик Да Вот допустим Объясним Из первых уст Что значит В этой шалаве Вот Такой вопрос В этой шалаве Это В смысле Не обязательно Да Там Восемь Береженского пола Как многие Это все пробуют То есть Это может быть Там Это скорее Знаешь Такая Позитивная Кричалка Это как футболь Ленивный Мать его Но ребята Вот такой О Молодой шалаве Паркер зажигает Мы в этой шалаве В бип-руме Курим шмаль Мы в этой шалаве Да Мы сеем Ярко Мы в этой шалаве Ну Грубо говоря Типа Как Как в здании То есть Да Мы вырываемся Да Так Это все А вот Девочки Да Засадили То есть Это универсальная Универсальная фраза Универсальная фраза Которую можно применять Вообще Как бы В любой ситуации Просто Как ты можешь заметить В интернете Активно Да Пользуется Вот этими словечками Ты как бы Люди уже активно Применяют И там И там Понимаешь Вот так Допустим Хитрить Что значит Вот Хитрить Из первых уст Опять же Да Ну Хитрить Это скорее Нехорошо Ага Хитрить Это Сплетни Допустим 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 И так далее Иногда Может быть По ситуации Иногда Может быть Иззай Или что Какой-то По ситуации Так Ну Фильм Тебе звонят Твои деньги Каждый день Каждый день А кстати Вот Уже во время эфира Два звонка Поступило С своего позволения Мы не будем их вырезать Чтобы люди знали Что все это Действительно Это жизнь Это реальная жизнь Это бизнес Бой Я сияю ярко Правда Вот Вот Один из Да Точнее Главный Термин В словарике Сияю ярко В принципе Понятно Но давай Да Чтоб ты сам Рассказал Что это Ну Это Изучать Числа На окружающих Заряжайся Положительные Этерги Позитивом С караевом Кайфом И так далее Ну Плюс Соответственно Делать Какие-то Ну Там Жить Комфортабельно Носить Яркую Одежду С яркой Жизнью Снять О жизни Сможешь Ты Сказать Три Главные Вещи Для себя В жизни Что Для тебя Самое Главное Три Вещи Самые Важные В жизни Что Ты Выделишь Уважение Власть И Деньги Отличный Ответ Вот так И Еще Тоже Вопрос Созрел Ты говоришь Позитив Ждать ли нам От Янг Трэпы Будут ли Может быть Какие-то Грустные Треки Ну То есть Ну Реально Просто Или Не ждать Или Всю Жить Ну Как бы Я могу сказать Альбом Сила затронет Полный спектр эмоций Словесистой Души Переживаний Трэйстайла Насколько ярко Вообще Ты Сияешь Почувствовал Ли ты Славу Узнают Ли тебя На улицах Люди Помимо Тех Вот Супчиков Которые К тебе Пристали Вообще Как Обставят С этим Дела Ну Это Приятно И И Не только Да Бывают И Обратные Случа Да Узнают И Но Я Не могу Сказать Что Это Делайте Одно Важно Хочется Как я сказал Перед Новым Годом Более Яркие Проекты Более Эффективные Темы Вот И Я и буду Заниматься В этом году Мы Вот Очень Хотели Быть Сходить На Твой Концерт Посмотреть Как Ты Работаешь Будут У У У У Нас Такая Возможность В ближайшее Время В В Этом Году Будут То есть Естественно Две Столицы Точно Да Не Ну Ты Проедешь По Двум Столицам Точно Вообще Как Часто Ты В Москве Потому Что Мы Так Понимаем Ну Естественно Ни Для Кого Не Секрет Что В Питере Как Часто Ты В Москве Да Частейко Это Связано Со Студийной Работой Наверно Да Понятно Так Что Мы Ещё Не Спросили Ну Всё Потихонечку Влизится В завершение На самом Деле Да У нас В госях Сегодня Был Молодой Горячий Янг Трэпа Молодая Кровь Янг Тризи Крэзи Ещё Можно Так Молодой Тризине В этой Шалаве В этой Шалаве Мир Парня Мир Пока Ждём Твои Концерты Ждём Релиз С Силой Да Всем пока Ё Зан Бел One 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 Охэхэ Подкаст